Практическая психология Практически, да. И это уже стало такой хорошей традицией проводить качественные мероприятия в сфере психологии. Мне кажется, наш регион вообще этим славится, да? Да, Надежда. Ну, во-первых, хочется сказать огромное спасибо за приглашение и за интерес к данному мероприятию, потому что действительно 27 ноября у нас проходит международный форум, который называется «Психологическое благополучие и социальная успешность личности в условиях современных вызовов». Такое название действительно, ну, как бы, во-первых, востребовано, да? Сейчас кто только не говорит о том, что как важно для современного человека ощущение вот этого психологического благополучия. Безусловно. И более того, хотелось бы подчеркнуть такой факт, что университет, значит, у нас реализует программу развития до 2030 года, и в эту программу развития входят три таких больших глобальных стратегических проекта. Один из проектов называется «Гармония души», и этот проект как раз нацелен на то, чтобы наполнить личность ценностным мировосприятием, научить человека коммуницировать и способность человека, формировать способность человека к самоопределению. И вот этот страт-проект, он подразумевает в себя, что туда будут входить несколько проектов. И проект кафедры психологии, который не только кафедры психологии, а, можно сказать, всего педагогического института, и кафедра психологии принимала в нем, конечно же, активное участие. И этот проект, он называется «Социальный успех». И наш форум как раз посвящен этим вопросам. То есть, получается, что вот на базе этого проекта мы с вами берем и делаем вот это грандиозное мероприятие, да? Совершенно верно. Причем, я так поняла, это вообще международный уровень? Да, это международный уровень, потому что, когда мы начинали реализацию данного мероприятия, приглашать спикеров, думали о том, как же, в каком формате будет проходить. Мы, может быть, вначале и не думали, что это вызовет мероприятие, такой интерес. Но потом мы стали понимать, что есть много людей, которые интересуются данной проблемой, и мы решили пригласить спикеров из других стран, и форум наш, конечно же, будет международным. Что очень приятно, да. По-моему, в том году тоже уже был международный, да? Он был с международным участием, тоже у нас в прошлом году, тоже очень интересно принимали участие представители, специалисты из Испании, из Италии, из Белоруссии. То есть, очень было приятно, такой масштабный был форум. Вот этот форум готовите не только составом педагогического коллектива, но и студенты очень активно во всем этом участвуют. Да, безусловно, потому что мы в этот проект, и не только в проект, а в форум в целом привлекаем студентов. Потому что кто же, как не студенты, будут в дальнейшем реализовывать все те вещи, которые связаны с социальной успешностью, с психологическим благополучием, с гармоничной личностью. И студенты, хочется подчеркнуть, они активно участие принимают в подготовке к данному мероприятию. Это студенты-волонтеры, мы хотим потом назвать волонтеры позитива. Да, на самом деле, тема-то очень позитивная. Есть ли какие-то, уже сейчас уже известна программа, да? Какие вообще цели ставите вы перед собой? Чего хотим достичь? Да, цель, это, конечно, очень важно, и мы ставим такую цель, что обсуждение на этом форуме будет актуальных теоретических проблем и практик достижения психологического благополучия и социальной успешности личности. И те треки, которые мы задумали, и те открытые лекции, которые есть в программе данного форума, они как раз направлены на это, и будут представлены достаточно интересные психологические техники. То есть получается, что любой абсолютно человек может принять участие как слушатель или как зритель этого форума, или же это всё-таки какая-то такая узкосегментированная, специализированная история? Да, спасибо, Надежда, за вопрос, потому что этот вопрос очень часто задают и спрашивают, а я могу принять участие в вашем форуме? Участие в форуме может принимать любой специалист, любой человек, который заинтересован в обсуждении данных проблем. То есть это могут быть педагоги, это могут быть психологи, социальные работники, студенты, и те люди, которые просто интересуются этой проблематикой. То есть такой открытый формат, да? Да, да, и хотят быть счастливыми. И хочется отметить, что доступность участия в форуме, она очевидна, потому что форум будет проходить в смешанном формате, и можно достаточно легко по ссылочке, которую мы отправим, подключиться из любой точки мира. Отлично. То есть вот этот пунктик доступности, это очень-очень важно? Да, это очень важно, и наша задача, конечно, стоит ещё и в том, чтобы как можно больше людей услышали ту важную актуальную информацию, и чтобы каждый для себя взял что-то полезное и начинал двигаться, мыслить, совершенствоваться в направлении именно благополучия, успеха, и чтобы у него открывались новые возможности. А вот смотрите, тоже интересная такая позиция, да, психологическое благополучие сейчас в такой сложный очень период, об этом, мне кажется, задумываются очень-очень многие. Есть ли у вас такое, лично у вас такое ощущение, что эта тема сейчас ещё не до конца раскрыта? Да, безусловно, эта тема, она не до конца раскрыта, есть очень много интересных подходов к данному понятию, да, и это, наверное, качество, которое будет предполагать активность субъекта, да, то есть качество, состояние, и это системное какое-то состояние, которое представляет для себя взаимосвязь различных факторов, то есть вот это благополучие, это микс различных факторов, физических факторов, психологических факторов, культурных, духовных факторов, и, конечно же, это благополучие связано с реализацией возможностей человека. И причем, смотрите, вот у каждого представление вот этого психологического благополучия будет абсолютно своё, да, в вашем представлении, представление, например, там, студента или там человека, которому там лет там 70-80, это будут абсолютно разные формулы. Да, совершенно верно, и как раз наша задача ещё и заключается в том, что университет, институт, кафедра будут проводить исследования в этом направлении, и вот мы сейчас уже ведём сбор первичных данных, а что же вообще для разных людей состояние счастья, благополучия, социальной успешности, и это интересно очень будет отследить. Это тоже делают студенты, да? Да, это делают студенты, преподаватели, то есть здесь такая интеграция. И вообще мероприятия, я так поняла, у нас делится сначала база, это теоретическая, какие-то, да, знания, да, а потом будут практические мероприятия, в которых тоже люди могут принять участие. Давайте сначала про теорию. Кого вы пригласили в качестве спикеров, за кого радуетесь очень сильно? Да. Да, да. На кого хотите пригласить студентов и вообще всех жителей нашего города и нашего региона? Мне очень приятно, что есть такая возможность представить наших замечательных спикеров, потому что у нас данный форум ещё организуется при поддержке Министерства социального развития Кировской области, и один из спикеров у нас, одним из спикеров будет министр социального развития Кировской области, это Шулятьева Ольга Юрьевна. Приветственное слово и поддержка будет со стороны Шабардина Владимира Валерьевича, уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области. И также у нас будут спикеры, например, из Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета, это Долгова Валентина Ивановна, декан факультета психологии, профессор кафедры теоретической и прикладной психологии, доктор психологических наук. Также у нас будут достаточно интересные доклады, которые будут посвящены психологическому благополучию студентов в период пандемии, и здесь будет представлен анализ больших данных. Данный доклад будет проректором нашего университета представлен Митягиной Екатериной Владимировной. То есть это тоже уже на основе каких-то исследований? На основе исследований, совершенно верно, то есть интересно будет с этим познакомиться. Про социальную успешность личности в условиях современного общества будет говорить спикер Ая Избекова Сабина Шариповна, доктор философских наук, профессор из казахстанского филиала Московского гуманитарного университета имени Ломоносова. Все приезжают к нам сюда очно, да, я правильно понимаю? Или какие-то будут спикеры в онлайн? Часть спикеров будет онлайн, потому что ситуация у нас все-таки еще не совсем стабильная, мы бережем здоровье других людей. Поняла. Кстати, хочется сказать, что те, кто захотят участвовать очно, а мероприятие будет проходить в точке кипения, это Преображенская 41, то обязательно нужно наличие QR-кода. Также у нас Виктор Павлович Шейнов будет говорить о цифровой зависимости как источника угроз психологическому благополучию, на наш взгляд тема эта тоже достаточно актуальна. Это профессор кафедры психологии Республиканского института высшей школы Республика Беларусь, доктор социологических наук, профессор. И Гордиенко Татьяна Петровна, проректор по научно-инновационной деятельности Крымского инженерно-педагогического университета, тоже доктор педагогических наук, профессор. Она будет говорить об информационно-коммуникативных технологиях. Это у нас будет на пленарном заседании. Кроме пленарки, что еще будет? А еще хочу сказать, что вот как раз на пленарном заседании вы можете подробно познакомиться с нашим проектом «Социальный успех». Я думаю, что он тоже будет интересен. А давайте расскажем немножко, у нас есть время с вами, да, возможность вообще вот про этот проект. Ну, если в двух словах этот проект, он как раз нацелен на формирование социального успеха, это такой долгосрочный проект, и мы видим для себя формирование этого социального успеха во взаимодействии преподавателей со студентами, то есть мы будем проводить работу со студентами и с преподавателями. Точно так же у нас предполагается лаборатория счастья, лаборатория социального успеха, и у нас планируется создание различных сервисов, в том числе и потом для всего населения, которые помогут людям поддерживать у себя состояние психологического благополучия, счастья, гармонии. То есть проект, как и программа «Приоритет развития», он подразумевается до 2030 года. То есть вы сейчас как раз являетесь кузницей специалистов психологии счастья. Можно сказать так. Красиво звучит. Красиво. Очень позитивно. И дальше у нас в форуме предполагаются открытые лекции. Что такое, что за форма открытой лекции? Открытые лекции, то есть это те лекции, которые будут доступны для просмотра любому человеку. И они предполагаются, что стиль изложения будет такой… Не так научно. Не так научно. Очень по-простому. По-простому, доступным, понятным языком, с основой на теоретические и практические знания, которые есть. Здесь у нас тоже достаточно интересные спикеры. Это Валентина Ивановна Долгова, о которой я говорила. Нина Аркадьевна Низовских, доктор психологических наук, доцент кафедры психологии ВИАТГУ. Злоказова Марина Владимировна, заведующая кафедрой психиатрии Кировского государственного медицинского университета. Доктор медицинских наук, профессор, которая будет говорить о влиянии пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения, что тоже очень важно. Да, в том году я была у неё на мастер-классе по «Как справиться со стрессом». Потрясающе прямо, знаете, каждое слово, да, бери и действуй. То есть, прямо просто рекомендую. Да, да, тоже очень понравилось, и было очень много положительных отзывов, очень актуальные техники были представлены. Ну и Валитова Ирина Евгеньевна, профессор кафедры социальной работы Брестского государственного университета, доктор психологических наук, которая тоже раскроет такую важную тему. Это психологическое сопровождение родителей и ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. И дальше у нас предполагаются мастер-классы, которые будут, которые сформированы по трём трекам. Почему они по трём трекам? Потому что в проекте «Социальный успех» мы тоже предполагаем формирование этого социального успеха по трём направлениям. Что это за направление? Это достижение успеха в личностной сфере, в профессиональной сфере и в семейной сфере. И эти мастер-классы мы как раз спланировали таким образом, чтобы можно было раскрыть какие-то моменты, показать психотехники именно в различных сферах. Кто у нас участвует? Специалисты, которые практикоориентированные? Да, это мастер-классы практиков. Большинство из них – это преподаватели кафедры психологии, но и не только они, это практики из других городов, из других стран, которые покажут свои какие-то психотехники развития личности. Например, приведите примеры. Ну, давайте приведём какие-то примеры такие, допустим, там, мастер-класс «Психологическое благополучие личности будущих психологов». То есть этот мастер-класс представят наши коллеги из Худжанского государственного университета. Я думаю, что это будет тоже очень интересно. Например, мастер-класс «Ресурсные практики выхода из экстремальных ситуаций». Это тоже тема достаточно актуальна, да, как себя вести в каких-то непредвиденных ситуациях. Тема выживания. Тема выживания, да, очень актуальна. Мастер-класс, например, «Счастье быть собой», да, как найти себя, как проявлять свою уникальность в этом мире, как начать себя ценить наконец-то. Например, мастер-класс, который будет в треке «Достижение успеха в семейной сфере», допустим, «Счастливая мама, счастливый ребёнок». Отлично. Да, я тоже думаю, что это очень актуальный мастер-класс. Ну и, конечно же, Надежда, вы тоже с нами, вы тоже участвуете, нам тоже очень приятно. И скажу, что ваш мастер-класс тоже очень интересный. Мы вместе. Практика гармонизации детско-родительских отношений. Да, я вот именно там хотела бы показать и рассказать, как можно активно взаимодействовать со своим собственным ребёнком, чтобы не потерять вот эту связующую нить в этом нашем современном, плотном, информационно-насыщенном мире. И готовлюсь, во всю готовлюсь, так что приглашаю на свой мастер-класс. Да, обязательно. Вообще, тема гармонизации отношений, детско-родительских отношений, она тоже очень актуальна. Она тоже очень актуальна. И я думаю, что здесь будет полезно всем послушать эту информацию, применить для себя какие-то знания потом на практике. Ну, например, «Компас семейного счастья» будет представлять этот мастер-класс. Скобёлкин Артём Сергеевич, руководитель кризисного центра «Два крыла». И третий трек – это «Достижение успеха в профессиональной сфере», что для нас тоже для всех очень важно. Здесь очень интересные тоже будут представлены мастер-классы. Например, «Кинотерапия как ресурс для развития самосознания профессионала». Отлично. Да. То есть я так понимаю, что можно даже нам, например, будет провести свой собственный мастер-класс, и мы ещё успеваем на чьи это сходить, или у нас не получится такие… Безусловно, Надежда. Замечательные вопросы вы задаёте. То есть мы можем передвигаться, если в режиме онлайн, по этим трекам, по различным ссылкам на те мастер-классы, которые будут для вас интересны. Отлично. Если это будет в режиме оффлайн, то тогда можно будет передвигаться из одного кабинета в другой. Логистика достаточно удобна, потому что все кабинеты будут расположены на одном этаже. Отлично. Вообще. Да. Большие ли группы на мастер-классах будут? Количество участников на мастер-класс будет ограничено. То есть мы, как правило, возьмём тех людей, которые будут активно участвовать, но и если кто-то изъявит желание записаться на тот или другой мастер-класс и принять участие в виде слушателей, просто зрителей, побывать в этой атмосфере. То есть, пожалуйста, мы предоставим эту аудиторию. А вообще давайте вот ещё расскажем. Сейчас вот закончим вот этот самый трек с профессиональной деятельностью. И ещё здесь хотелось бы подчеркнуть, что Марина Владимировна Злоказова, она и в мастер-классе тоже будет принимать участие, потому что вопросы того, как справиться с депрессией, как справиться с тревогой, да, то есть это те проявления, которые часто сейчас встречаются у людей. Современного человека. Да, как оказывать себе какую-то помощь, это тоже очень важно. И мастер-класс тоже достаточно интересный, это, например, там «Путь к успеху». Здесь будет представлена онлайн-демо-версия трансформационной игры «Пространство-вариант». То есть вот такие разнообразные. Да, сейчас вообще онлайн-игры, как и, в общем-то, вообще настольные игры, они очень популярны, и я очень рада этому. Да. Очень-очень рада этому. Скажите, есть ли такое понимание у вас, как у организаторов, что все эти мастер-классы, открытые лекции, что это всё будет в записи, и потом кто-то из людей, которые, например, у них не было возможности, они смогут это всё пересмотреть, переизучить? Да, да. Одна из тех задач, которые мы преследуем, как сказали, да, это популяризация этих знаний, чтобы как можно больше людей получили эту информацию для себя, а дальше они уже решают, что с этой информацией делать. Использовать во благо себе, да, или посмотреть и отложить в сторону. Да, и поэтому мы, безусловно, планируем сделать видеодайджест, записать те мастер-классы, те открытые лекции, которые будут, и мы можем, например, подготовить рассылочку тем участникам, которые примут в форуме, опять же, участники примут участие. А правильно ли я понимаю, что есть какая-то форма регистрации, да, чтобы, например, я оказалась участником, если бы, например, я не была бы спикером, где я могу зарегистрироваться, куда мы сейчас направим с вами наших слушателей? В информационном письме, которое мы отправляли, есть ссылочки, но я ещё раз проговорю, чтобы нигде не искать, то есть это платформа Лидер Айди, вы регистрируетесь на платформе Лидер Айди, а затем регистрируетесь на мероприятие, мероприятие так и называется, международный форум и его название. И там очень простая регистрация, то есть нужно нажать одну кнопочку, подтвердить участие. Вот я просто в том году тоже у вас регистрировалась, да, и потом мне пришла, кроме программы, вот пришла ещё и вот видеообзор вот этот, да? То есть в этом году будет то же самое, да? Но только рассылка будет делаться тем участникам, кто не просто зарегистрировался на мероприятие, а кто в этом мероприятии принимал участие 27-го числа. И там обязательно нужно свою электронку указать. Потому что я вот тогда указывала свою электронку, и мне тогда пришли. Да, 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 да. А если вы уже на Лидер Айди регистрировались, то эти данные, они уже там имеются. Автоматически, да? Да, автоматически. Ещё, что очень важно для того, чтобы там многие специалисты, они всё-таки делают себе портфолио, да, и мы по итогам форума планируем каждому участнику выдать сертификаты. Это тоже, я думаю, что является таким важным моментом. Конечно. В самореализации. Да, в самопрезентации. В самопрезентации, да. В будущем. Потому что не так уж и много у нас международных форумов такого уровня, да, и такого качественного, я бы даже сказала, уровня. Хорошо. Давайте мы сейчас в завершение, наверное, скажем, где ещё можно будет, может, на сайте вашего университета есть уже какая-то информация, где ещё можно познакомиться с информацией. Где будет проходить форум, ещё раз напомним. Значит, форум будет проходить в точке кипения, это улица Преображенская, 41, 27 ноября с 10 часов до 16.30. Целый день, может. Целый день. Это время, которое мы можем посвятить себе любимым и получить удовольствие и стать чуточку счастливее. И ещё один вопрос был, Надежда. А где будут проходить, я спросила, да, и каким образом все ли могут участвовать? Участвовать могут все? Ага, участвовать могут все, могут участвовать оффлайн, могут участвовать онлайн при наличии QR-кода, да, если вы захотите прийти в точку кипения. Хорошо, ещё такой вопрос, вот если, например, кто-то придёт с ребёнком, да, ну, то есть, понятно, возрастом от 14, с 16, как вот это, есть какая-то там возрастная... С 18 лет. С 18. С 18. 18 плюс? 18 плюс, да, 18 плюс. Всё, отлично. Ну что, Ив, как всегда, в завершении нашей встречи, что сейчас смотрите, что сейчас читаете, что бы вы порекомендовали нам, нашим слушателям? Вот последнюю книгу, которую я читаю, она лежит у меня прямо на полке. Долго, дорого, без иллюзий. Так, отлично. Там тоже про счастье, да? Там тоже про счастье. Что немаловажно. Да, тоже про счастье. Какие-то ещё мероприятия в ближайшее время планируются, кроме этого форума? Да, мероприятия планируются, но мы о них анонсировать их будем на форуме, поэтому приходите, и мы всё расскажем. Спасибо большое. До встречи. Вы там, кстати, тоже будете, да? Да, конечно. И ещё мне бы хотелось добавить, что приглашаем вас, всех интересующихся психологией, в нашу магистратуру по профилю психология личности, на профпереподготовку практическая психология, кстати, созвучно в вашей программе, да, либо получить уровень образования бакалавриата по консультативной психологии. Отлично. Сейчас мне очень нравится, что все увлечены психологией, и мне кажется, это так или иначе всегда будет сказываться на качестве жизни человека, современного человека. И чем больше будет качественных специалистов, тем лучше. Счастливее будем мы. Да, тем счастливее будем мы. Сегодня в гостях у меня Оксана Бельтьюкова, заведующая кафедрой психологии ВИАДГУ, кандидат педагогических наук, доцент. И мы вместе приглашаем всех слушателей нашей радиостанции 27 ноября на Международный форум «Психологическое благополучие и социальная успешность личности в условиях современных вызовов». Спасибо, Оксана, вам большое, и до встречи на форуме. Благодарю, до новых встреч. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, здоровья и счастья. Практическая психология